Дорогие мои друзья, всем привет! У нас сегодня с вами сладкий мукбанг. Если честно, я сто лет хотела его сделать, потому что мои сладкие мукбанги, вы можете посмотреть в конце видео, я вставлю их эти ссылочки. Но, блин, просто это было сто лет назад, а я хочу новое, понимаете? Переживаю, потому что когда всегда так много сладостей покупаешь, либо там что-то заказываешь, много роллов, очень сильно переживаешь, ну, блин, вы знаете меня, я себя переживаю. Ребят, надеюсь, вам все видно, все слышно, давайте начинать. Если честно, я хочу начать с яйца, потому что, ну, просто потому что. Давайте его раскроем. Я сразу вам хочу сказать, что я обожаю яйца чупа-чупс, чарликовую прокусил уже. Почему? Мне нравится именно не киндер-сюрприза, чупа-чупс. Во-первых, вкусный шоколад, во-вторых, в чупа-чупсе очень классная игрушка. Давайте пробовать. Обалденно. Сладкие макбанги, я скучала. Игрушка. Посмотрите, какие тут игрушки. Обалденные, да? Такие дистолизированные. Давайте еще одну. Сразу. Ребят, вкус бесподобный шоколад у них тут, очень хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Согласитесь, вау? В киндере игрушки испортились, но вот в чупа-чупсе. Кайф, да? О чем я сегодня хотела поговорить? Вообще, мы вчера болтались с моей сестрой по телефону. И у нее такая ситуация. Она, получается, поступила на первый курс. И знаете, тот момент, когда тебя одолевают сомнения. Ну, ты не понимаешь, то, не то. Короче, у нее такое настроение, что ее сейчас одолевают сомнения. Правильно ли она выбрала направление. Где и работать потом, ну и так далее. Так. Я вот это хотела попробовать, ребят, очень-очень-очень давно. Что это за такое? Тут даже нет над. Пробуем. Это большой батончик нас. Посмотрите. Это шоколадка просто нуга. Карамель и шоколад. Ну, как будто бы без орехов. Так вот, она. Не понимает, куда идти. Что делать дальше. Вот. И я считаю так, что нужно идти туда, куда хочет сердце. Вот моя сестра, она любит танцевать. Какой литер-спорт. Литер-спорт. Она любит танцевать. А учится она на рекламу. Вы понимаете, да? Очень вкусно. Это мой персональный топ. Учится она на рекламу. И получается... Ну, типа, она не на хореографа учится, а на рекламу. Понимаете? И у нее вот такой, знаете, дисбаланс происходит. Типа, что она хочет танцевать, быть творческой, а учится... Ну, в принципе, тоже творческая, да, профессия хореограф. Но... Не такая, как танцор. И знаете, что я замечаю? Вот я абсолютно такая же. Я... Уже вам говорила... Собака решила доесть свой завтрак. Что я в детстве хотела быть актрисой. И у меня... Буэно топ. У меня это желание никуда не ушло. И более того, не уходило. Но... Я почему-то решила... Поступить на психолога. Зачем? Ну, реально. Шлапанная актрису. Но я почему-то побоялась. Понимаете? Вау, да? Кто там сверлит? Надо закрыть окно. Подождите. Что такое? Так вот. И... В итоге мы откладываем наше желание на потом. Из-за страха. А сами там идем по проверенной, протоптанной дорожке. Да? Менее такой рисковый. Но... Согласитесь, что когда о чем-то мечтаешь, оно всегда рисковое. Тублерон. Кстати, тут слышала новость, что у тублерона уберут вот эту гору. И его, типа, будут производить не в Швеции, а где-то в Европе. В другом месте. Так. Что не открывается? Все на смарку. О! Криво открыла, конечно. Я умею красиво открывать, просто это криво. Так. Как вы открываете тублерон? Я вот так. Я его редко ем, на самом деле. Кстати, я тут видела видос. Типа, что есть люди, кто вот так вот отламывает тублерон. А есть те, кто отламывает вот так. О! Отломилась. Типа, так правильно. Ну, не знаю. Обалденный шоколад. Он такой нежный. Знаете? Он как будто бы шоколад. Микс. Киндера и мелки. Ну, так вот. И мы часто, знаете, мельжуемся. Выбираем дорожку полегче. Хотя, мне кажется, по-настоящему счастливыми становятся те, кто не боится, рискует. И у них... Ой, получается. Так. Ну что, давайте откроем тофи. Немножко все штатится. Так. Ну, тофи, в принципе, я к нему тоже отношусь. Ну, так. 50 на 50. Не сказать, вот не сказать, что это прям моя любимая сладость. Вообще, с возрастом я поняла, что сладости как-то уходят на второй план. Такие конфеты. Пробуем. Внутри. Нуга. Орехи. Ну, знаете, тофи это идеальный марс. Ой. Жарко. Так вот, мне кажется, не надо прям бояться. Все-таки, если ты хочешь быть танцором, нужно к этому идти. А если... Забивать на это? Ну, все равно, мне кажется, нельзя обрести счастье, если его реально не идти к своей цели, к своей мечте. Понимаете? Вот что люблю. Это так вот этот вот милкотук. Знаете, сочетание сладкого с соленым, это вообще топ. Так. Открываем. Посмотрите, какая красота. Вау, да? Это вкусно. Это реально вкусно. Они сделали реально гениальную вещь. Совместив соленый тук со сладкой милкой. Смелая идея, да? Ну, очень вкусно. Мне надо очень много всего попробовать. Что хотите. Что хотите? Давайте гадание. Ну, давайте... Да. Так. Ну, классика. Орё. Ребята, я, конечно, накупила просто как с голодного края. Так вот, если вы о чём-то мечтаете, не забивайте. Ой, знаете, ещё ещё важный момент. Не прислушивайтесь к мнению окружающих вообще. Особенно, если вот вы что-то делаете, допустим, вы с чем-то занимаетесь, да, увлекаетесь. И если вы будете об этом... Ну, знаете, у всех спрашивают совета, то это ни к чему хорошему не приведёт. Потому что люди... Часто я вообще как бы даю советы от балды. Типа, ой, мне так кажется. Если вы хотите получить у кого-то совета, спрашивайте советы у людей в сфере этой. Чем вы увлекаетесь? А не у своих там одноклассников, родственников? Потому что часто эти люди, ваши знакомые, ничего не понимают в этой сфере. Они не знают, сколько там зарабатывают, да, и так далее. Они как бы просто судят со стороны. Если же вы хотите быть, допустим, кондитером, не надо спрашивать у вашей мамы, которая, допустим, работает экономистом или кем-то там, ну, не знаю, продавцом, о том, что вот, мама, я хочу быть кондитером. Она вам скажет, дочь, ты что вообще с ума сошла? Тебе нужно быть, как я, экономистом. И все, как бы вы не получите ответ. А если вы спросите, допустим, у кондитера, что вот, ты как там? Вообще, как эта сфера развивается? И так далее. То вы получите грамотный ответ. Реальную картинку мира. Вот просто, дорого ли обучаться? Когда я начинаю зарабатывать первые деньги? Получите ли у меня вообще? Попробуйте мой торт. Ну, например, да, кондитером? Тогда да. А если спрашивать советов там у бабушек, у мам, у тети, у пап, ну, и у людей, ну, как бы, если ваш, допустим, ваша мама кондитер, вы можете, да, спрашивать и прислушаться к ее советам в этой сфере. Ну, если ваша мама совсем из другой песни, да, то как она вам подскажет? Хороший, грамотный совет именно. В житейске, да, а вот именно как профессионально это все-таки сложно, знаете, давать грамотные советы. Шоколадку, да? Кстати, вот, да, очень, очень похож на тублерон. Попробуйте, если вы не пробовали, это вкусный шоколад. Брав. Давайте откроем. Наверное, уже стоите, ждете. С первого кадра, да, ждете, когда мы откроем Сен-Дейс? Я их не ел тысячу лет. Вас смотрите. У, ребят, угощайтесь, налетай. Севен-Дейс. У нас сегодня здесь очень много шоколада, как вы видите. Я закупилась, поэтому я Севен-Дейс взяла с ванильным кремом. Как, надеюсь, я обожала Севен-Дейс вообще. Поэтому слушайте себя, свое сердце на первых порах, потом спрашивайте советы у профессионалов, у людей, незнакомых вам, кто пользуется этими услугами или, ну, вот, как, ну, как бы понимает, знаете, что там в этих услугах, которые вы хотите делать там. Ну, или что там, не знаю. Лепить, допустим, чашки из глины. Вы спросите у тех людей, вот, кто пьет чашки из, ну, покупает чашки из глины, там, а как вам моя чашка? Тогда вы сможете, да, узнать вот ответ. А спрашивайте у людей, кто любит фарфоровые чашки, про вашу чашку из глины, он скажет, я не люблю чашки из глины вообще, твоя глина никому не нужна подавно. Хотя, как вы знаете, глиняные чашечки, я вот пью всегда из глиняных чашечек. Поэтому, если бы вы спросили у меня про свои глиняные чашечки, я бы вам сказала, ой, круто, делай, да, я куплю. Сделай для меня с чарликом. Спроси вы это у какого-нибудь сноба, то нарвались бы на какую-нибудь еще и критику в свой адрес, понимаете? Поэтому, если вам что-то хочется, и вы чувствуете душой, что это ваш путь, нужно все-таки как-то двигаться. Потому что, как сейчас часто люди делают, они на это на все забивают и просто идут в офис работать. И все. И как бы жизнь она быстро проходит. Нужно пользоваться моментом. Вот. И понятно, разные жизненные ситуации бывают. И бывает, нужно поработать и на кого-то. Есть люди вообще, кто хочет, допустим, ну, работать в офисной среде. Есть такие люди. А есть люди, кто, допустим, хочет варежки вязать и продавать. Да? И так зарабатывать. Но идет в офис и там все чувствуют несчастны. Помните с детства эти штуки? Ой, как открывать? Так? Ну да. О-оу. И сейчас, знаете, помните, в детстве кто-нибудь такие штуки ест в школе все? Дай попробовать, дай попробовать. А он такой, не дам. Это не я. Я делюсь с вами. Смотрите, как их много. Ностальжи. Вкусно. Ребят, я наела сладостей. Выпила уже кружку чая. Ну, простите, я не резиновая. Но я хотела вам давно сказать. Вы знали, что Netflix стали теперь хруткой. Наверняка вы поняли это уже, но я вот не знала этого, если честно. И они так же стали типа шарики выпускать. Ну, это те же шарики Netflix на самом деле. С того же производства, только вот хрутка. Сейчас я вам докажу, если вы не верите мне. Боже. Боже. Так. Смотрим. Видите, что это несколько? Это копия несколько. Это несколько есть. Хрутка. Давайте на последок вот это. И точно все. Милка. Милка. Пишите о ваших мечтах. О чем мечтаете вы? Кем встать? Что делать? Чем заниматься? И кстати, это нормально, если вдруг у вас нет каких-то особых мечт и целей. Ну, тоже нормально в принципе. поедем. Ребят, конечно, много шоколада. Все, сладких мукбангов в ближайший месяц точно не будет. У нас здесь есть сникерсы, твиксы, но честно, я не хочу уже это пробовать, потому что все, я наелась. Очень сладко. спасибо, во-первых, всем вам, что вы заходите, смотрите, лайкаете, подписывайтесь. Мне это очень приятно. Мне это очень приятно, и плюс я вас всех целую, обнимаю. Всем желаю хорошего дня, следуйте за своей мечтой, старайтесь, стремитесь, и все обязательно получится. Ведь земля такая большая, в мире столько людей, каждому найдется свое место, если вы будете стараться, понимаете? Хорошему человеку везде будут рады. Вот, поэтому, если вы сейчас на пути к своей цели, вы даже можете быть, допустим, на диете, на пути к идеальному телу, не сдавайте, все обязательно получится, но тоже сильно не перегибайте, да, без насилия, без фанатизма, адекватно оценивайте свои силы, и поменьше себя ругайте, побольше себя любите, хвалите, вот, все. Всем пока, мои сладкие!